Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. Телескопы фирмы Skywatcher от начальных моделей и до дорогих инструментов для серьезных наблюдателей пользуются заслуженным спросом во всем мире. Героем наших сегодняшних тестов станет привычная, популярная, давно знакомая, но в то же время очень интересная модель – это телескоп, рассчитанный в основном на новичков, правда уже настроенных на серьезные наблюдения и желающих развиваться, двигаться дальше. Речь пойдет о телескопе-рефлекторе Skywatcher 130650EQ2. Транспортировочная упаковка весьма громоздкая, да и весит немало. По спецификациям производителя вес телескопа в упаковке составляет 22 кг. Специально мы не взвешивали, но по субъективным ощущениям это похоже на правду. Скрываем транспортировочную упаковку и нам открывается красивая подарочная коробка непривычно ярких цветов. В ярко-зеленом и черном тонах изображены интересные пейзажи на стенках коробки. В общем упаковка однозначно нравится. Она весьма эстетична и, что самое главное, оригинальна. Внутри подарочного ящика находится коробка, в которой упакованы все узлы телескопа по отдельным ящичкам. Приступаем к их сборке, а производителю традиционно ставим твердую пятерку за красивую и очень надежную упаковку. Установку телескопа начинаем со штатива. В монтировке EQ2 применяется такой же штатив, как и в монтировках AZ-3 или более взрослой EQ3-2. Тренога зарекомендовать себя успела удобством в использовании, простотой конструкции и малым весом. Естественно, ее навряд ли можно считать эталоном жесткости и устойчивости, но со своей задачей она, как правило, справляется хорошо, а с поправками на примененную монтировку EQ2 даже с небольшим запрасом прочности. Голова монтировки замотана в пузырчатый полиэтилен и уложена в отдельном ящике. Ее основание имеет соответствие с резьбой, в которое вкручиваем крепежный винт, находящийся в основании треноги. Сориентировав монтировку, затягиваем крепежный винт в основании штатива и прикручиваем штангу противовесов. Устанавливаем сам противовес, крепим тросики тонких движений и переходим к установке трубы телескопа. Труба телескопа свернута из листового металла, имеет переднее ребро жесткости и металлические оправы, впечатление производит вполне достойное. Она качественно окрашена снаружи красивой черной краской с оттенком металлик, внутренние поверхности неплохо зачернены. Труба зажата в кольцах-хомутах, за основание которых прикручивается к посадочной планке на монтировке. В этих кольцах труба свободно вращается и перемещается вдоль, что и позволяет довольно точно ее балансировать и устанавливать так, чтобы окулярный узел находился в удобном для наблюдателя положении. Оптическая труба телескопа устроена по системе Ньютона, сердцем которой является главное зеркало, но уже не сферической, как это было прилично видеть в младших моделях, а параболической формы. Диаметр главного зеркала 130 мм, фокусное расстояние 650 мм, что обеспечивает относительное отверстие 1 к 5. Труба телескопа закреплена на экваториальной монтировке немецкого типа, оснащенная механизмами тонких движений и координатными кругами. Телескоп в сборе имеет относительно небольшие габариты, что делает его удобным при наблюдениях и хорошим спутником путешественника. В комплектацию входит окуляр Супер 25 мм, окуляр Супер 10 мм, искатель Red Dot. Сам окулярный узел изготовлен из пластика, что несколько горчает. При этом посадочное гнездо для окуляра выточено из металла и даже имеет резьбу для установки T-адаптера на байонет зеркальной фотокамеры. Сам по себе фокусер работает нормально и со своей задачей справляется, но тяжелые фотоаппараты на него лучше не навешивать. Главное зеркало телескопа установлено в юстируемой металлической оправе, которая прикрыта с тынной стороны фальш-панелью. В центре зеркала имеется круглая метка для упрощения процесса юстировки лазерным коллиматором. Как упоминалось выше, главное зеркало имеет параболическую поверхность и это самая маленькая модель рефлектора Skywatcher с параболическим зеркалом. Вторичное зеркало закреплено на четырех растяжках в юстируемой оправе. Растяжки изготовлены из тонкой стали порядка полмиллиметра, что позволяет избавиться от чрезмерно выраженных дифракционных эффектов. Искатель телескопа выполнен по принципу коллиматорного прицела. Это известный многим искатель красная точка Red Dot. Принцип его работы в том, что на прозрачную линзу, не искажающую вид звездного неба, проецируется изображение светящейся красной точки. 130 мм это конечно не огромная апертура, но начиная с этого диаметра телескоп уже способен показать многое под темным небом, а не только Луну и планеты. Начнем с качества самого изображения. Телескоп с диаметром 130 мм и большой светосилой один к пяти обеспечивает по-настоящему яркую картинку и большое поле зрения, что замечательно подходит для наблюдения объектов глубокого космоса. Даже штатный 25 мм окуляр обеспечивает довольно большое поле зрения размером чуть менее двух градусов. В темную безлунную ночь за городом такое поле вместе с апертурой 130 мм способно удивлять, один только просмотр ярких скоплений в Млечном пути и диффузных туманностей навряд ли способен оставить равнодушным. Еще более интересным будет использование широкоугольного окуляра с полем зрения около 70 градусов и фокусом порядка 20 мм. Это позволит, повысив проницание, немного увеличить видимое поле, что сделает просмотр еще интересней. С точки зрения планетарных наблюдений телескоп уже не так быстро предоставляет готовые решения. Малый фокус объектива и достаточно длиннофокусные комплектные окуляры позволяют добиться увеличения максимум в 65 крат. Конечно же для планет этого совсем мало. Поэтому, чтобы добиться увеличения хотя бы 150-160 крат, нужно будет докупить окуляр с фокусом хотя бы 4 мм. Но для большинства аналогичных инструментов такая покупка так или иначе неизбежна. Телескоп SkyWatcher 130-650EQ2 оставил самые приятные впечатления после знакомства с собой. В общем, конечно, телескоп больше ориентирован на наблюдения Deep Sky объектов, но и планетарные наблюдения с ним вполне возможны и даже весьма приятны при условии, что инструмент будет докомплектован хорошим короткофокусным окуляром. Телескоп радует от момента распаковки и до последних минут наблюдения. Традиционно для комплектных окуляров общее впечатление обращает 10-мм окуляр, который, как правило, вызывает нарекания абсолютно во всех более-менее взрослых моделях SkyWatcher. Очень приятно было поработать и с монтировкой EQ2, с достаточно легкой и короткой трубой она работает очень уверенно и на порядок лучше, чем в комплекте с моделью 139EQ2. Конечно же EQ3 работал бы в паре с этими трубами просто идеально, но и весила бы она побольше нашего варианта. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.